Ежегодно в последние воскресенья октября в России отмечается День работника автомобильного и городского транспорта, или, как говорят в народе, День автомобилиста. В преддверии праздника в Видновском троллейбусном парке состоялось торжественное мероприятие, на котором почетные гости поздравили коллектив предприятия. Я не понаслышке знаю, что такое крупное предприятие, в котором много единиц техники. Что это и работа механиков, и работа диспетчеров, и работа контролеров, и работа водителей, и работа управленческого персонала. Все это вместе дает вот такой результат, который мы видим. За это вам огромное спасибо, за такую сложенную работу. Сейчас на предприятии трудятся 143 сотрудника. Из них 78 – жители города Видное. Очень хороший коллектив, руководство хорошее. Посоветовал тоже друзьям сюда прийти, кто вот работал, с кем работал раньше тоже. Ежедневно на линию выходят 14 единиц транспорта по четырем маршрутам. Рабочий день водителя Галины Семкиной начинается в 5 утра, а заканчивается в 8 вечера. Несмотря на такой тяжелый график, Галина признается, что влюблена в свою профессию и никем другим себя не видит. Поток пассажиров вдохновляет. Все-таки люди, как… Мне нравится моя работа. Ну и кто работает, наверное, всем нравится работа, потому что они… Чтобы пойти на эту тяжелую работу, надо, конечно, мне кажется, влюбиться в эту профессию. Директор Видновского троллейбусного парка Ольга Кинзина, поздравляя своих сотрудников, отметила, что слаженная и продуктивная работа предприятия – это заслуга дружного коллектива. Транспорт всегда перевозил людей. Мы на это дело с вами имеем мобилизационный план. Мы на это с вами дело имеем задание администрации, что в любое время дня и ночи мы должны быть на месте. За добросовестный труд и вклад в развитие автотранспортной отрасли муниципалитета сотрудникам троллейбусного парка были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от главы Ленинского городского округа. Также поздравил водителей депутат Совета депутатов Олег Федоров. Действительно, с троллейбусом меня очень многое связывает. Это действительно тот вид транспорта, который не только полюбился жителям нашего города, но и который сплотил и объединил такой замечательный коллектив. Кто его знает, не было бы троллейбусного парка, может быть и не было возможности трудиться в этом коллективе, познакомиться с такими замечательными людьми. Водитель общественного транспорта – профессия сложная и ответственная, и как любая другая, заслуживает уважения. И троллейбусы прочно вошли в жизнь видновчан, благодаря удобству передвижения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНТВ. Продолжение следует...